Здесь собрались компьютерные гении со всей страны. Прежде чем попасть на финал национального чемпионата молодые профессионалы, каждый из них прошел нелегкий путь. Начиная от своего вуза, дали региональный отборочный тур и вот айтишники из Москвы, Московской и Новосибирской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга кропотливо выполняют задания, которые им дают эксперты. Наши участники разрабатывают проект, проект, который посвящен автоматизации производства, производственного какого-то процесса. Вы видите, у нас есть робот, который в концепции собирает изделия. Он может собирать изделия различных образцов и ребята должны создать рабочее место оператора, руководителя и инженера-технолога, который позволяет этот процесс автоматизировать. Колледж в Москве в поселке Разбилка площадкой для проведения чемпионата федерального уровня был выбран не случайно. Несмотря на то, что в этом году конкурсантов от Ленинского района нет, студенты нашего учебного заведения неоднократно становились призерами конкурса молодых профессионалов по теме сервис на транспорте. Для колледжа это очень огромная ответственность, но тем не менее мы рады всегда встречать участников конкурса молодых профессионалов, рады способствовать, содействовать, являться базой и всегда готовы принимать. Для самих же участников созданные комфортные условия на чемпионате способствовали продуктивности работы, а значит и максимально эффективному результату. Все условия довольно-таки комфортные в плане проживания, проведения соревнований. То есть ничего не отвлекает от работы. Соответственно, организация на очень достойном уровне, и поэтому работать легко. Участие в конкурсе такого уровня для молодых профессионалов – шанс заявить о себе. Многим еще после регионального отборочного тура начинают поступать выгодные предложения от работодателей. После отборочного в Питере, когда мы его проходили, мне уже человек 30 написал о том, что типа вот мы готовы предоставить вам рабочее место. Но торопиться с принятием предложений ребята не спешат и продолжают познавать профессию. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.